Добро пожаловать в Warface, братишка! 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 Добро пожаловать в Warface! Добро пожаловать в Warface, братишка! Добро пожаловать в Warface, братишка! В наших админов я настрелял более 8500 фрагов! Странно, по моим подсчетам я настрелял 8400 с лишним! Но это как бы я точный подсчет не ввел, конечно! Мои личные выводы из эксперимента! Первое! Это очень вредно для организма и психики! Такое лютое задротство! Никому не рекомендую! Второе! Древняя теория, которая была еще в конце 90-х, начало нулевых, подтвердилась! А теория та тоже исходила из практики! И ее придумали, скажем так, ну не придумали, а открыли этот закон киберкотлеты тех времен! Дело в том, что в те времена основной игрой киберспортивной была Quake! И в Quake длительность матчей дуэльных, это был основной киберспортивный режим дуэль, как и мясорубки в Warface, длительность составляет 10 минут! Так вот, киберкотлеты тех времен установили, что наиболее рациональным количеством матчей в день, тренировки, но это уже, извините меня, на киберспортивном уровне, это надо понимать, то есть, чтобы быстро развивать свои навыки и оттачивать их, это от 30 до 50! При этом играть в 45-50 мясорубок каждый день нельзя, это вредно! То есть, организм входит в такой, знаете, перетрен, в ступор! То есть, 50-45 это редко, а вот 30 от 30 до 40 это идеальное количество для того, чтобы оттачивать свои навыки и повышать свой уровень! Мой эксперимент, друзья, это полностью подтверждает! Совсем лютое задротство, когда ты играешь под сотню матчей в день, ничего хорошего, не только для уровня вашей игры, но и для вашего здоровья, не принесет! Кстати, Рачишка, а где же мозголомчики у тебя были? Че ты все время за медокатал, а? О, это Капитан Очевидность! Да, друзья, вот многие спрашивали, Ракутагин, че ты на мясорубке в основном с Чапой гоняешь? Я больше всего с Чапой гонял! Ну, первое, я хотел просто Чапу набить, и, кстати, это сделал! У меня на Чапе теперь 10 тысяч фрагов, до стяга набито! Это так, чисто для себя! Ну, блин, если я задрочу и как бы только убиваю свое здоровье, то почему бы хоть какую-то пользу от этого не получить? Хотя бы в виде нашивки! И вторая причина заключается в том, что медик это класс, игра, которым на мясорубке, она, пожалуй, позволяет больше расслабиться, чем любым другим классам! Ты играешь инженером или штурмовиком, ты стараешься стрелять только в голову, у тебя это может не получаться, ты тратишь свои нервы, тебе нужна высокая концентрация! Снайперам на мясорубке тоже потяжелее, мне кажется, чем медам, хотя стрельба, конечно, у него, наверное, после меда вторая по простоте, то есть тоже там очень просто, навелся, быстро зазумил, стрельнул, но все же медикам стрелять, именно базовая такая, дефолтная какая-то стрельба, она самая легкая, это самый легкий аинт, именно, просто бежишь и фликами двигаешься. Конечно, не у всех, люди, которые, в принципе, не привыкли играть никем, кроме, скажем, штурмовиком или инженером, каким-то, особенно, одним классом, они, как правило, им бывает, медикам тяжело играть, потому что здесь совершенно другая стрельба, это фликшоты, но фликшоты, они чисто инстинктивные, и тебе, как бы, не приходится сильно концентрироваться, то есть это такая игра на рефлексах, игра медиком, и я понимал, что если я буду играть, там, 50, 60, 70, я не знал, сколько получится в итоге, мясорубок в день, то я сразу понял, что играть штурмовиком, это будет очень тяжело, потому что если я буду играть штурмовиком или инженером, я отыграю максимум 50, у меня никаких сил не останется, то есть я полностью все свои ресурсы спущу на вот этот сложный аим в голову, поэтому я принял решение просто играть медиком. Ну и помимо этого, надо сказать, что играть медиком легче в плане именно убийств. Обычно, играя штурмовиком или инженером, я набиваю меньше, чем медиком, хотя, конечно, намного чаще выигрываю, тут я выигрываю только каждую третью или четвертую игру, но медиком я набиваю больше фрагов, поэтому часто была такая ситуация, что люди со мной в комнате, кто-то на первом месте, кто-то на втором, а я на третьем, но при этом настрелял я больше всех. Ну, естественно, кроме того, что был это эксперимент, я хотел еще и победить, ну, просто ради интереса, опять же, спортивного. Поэтому, именно по этой причине, медиком я играл. Ну, тогда что могу сказать? Грамотный Терракутаген, хитрожопый, молодец, неплохо все это придумал. А теперь скажи-ка нам, что ты в целом думаешь об этом ивенте? Ой, капитан, очевидность, что касается ивента, задумка классная, разработчики, задумка классная, мне понравилась задумка интересная, но есть одно но. Все-таки, извините меня, випка на 5 дней. Для человека, который должен найти блогера, с ним попасться случайно или еще как-то, и убить его, всего 5 дней обычной випки, а потом надо другого блогера найти, убить, чтобы профит был, правильно? Правильно, чтобы больше было. Так вот, я предлагаю, если вы захотите что-то подобное в будущем проводить, то, ну, сделайте призы для обычных игроков получше. Ну, хотя бы супер випку на 5 дней, а не обычную. Ну, а по чесноку, конечно, лучше бы давать на 10. Вот супер випка на 10 дней, для того, кто убил блогера, это уже более-менее достойно. Это повод, опять же, хорошо вам, разработчики и админы, это повод для игрока 10 дней как бы вот свое урвать, позадротить, побольше набить всего, прокачаться, это круто. Поэтому я считаю, что награда для обычных игроков была слабовата. Все-таки надо было сделать супер випку, но лучше не на 5, а на 10 дней. Это было бы справедливо. Что касается награды для лучшего из блогеров, это прикольно, да, то есть я больше всех задротил, я не считаю себя лучшим, то есть я считаю, что тот же Ликуар играет не хуже, а то и лучше, даже на мясорубках сейчас. Ну, я мало сейчас играю на самом деле, это вот исключение было. Но, понимаете, тут в чем жопа, другие ничего не получают. То есть, ну, можно было быть пятеркой первой, пятерочкой троечки блогеров, кто старался, кто много задротил, кто хотел победить там, или просто побольше випок раздать, да, там, игрокам. Надо было все-таки другим блогерам первой пятерки хотя бы, ну, по традиции в Варфейсе, первые 5, там, все самые крутые. Надо было этим ребятам всем что-то дать. Ну, не Гильбо, Снэйк там, ну, какие-то тоже супер випки. Опять же, можно было бы в первой пятерке блогеров дать випки на 10, там, 15 дней. Супер випки причем. Было бы круто, от этого бы никто не отказался, даже блогеры далеко не все. Да большинство, наверное, сейчас супер випки не имеет. Это было бы справедливо, классно, и я думаю, это бы все оценили. Ну, а в целом, само движение прикольное. Спасибо большой администрации, что они это сделали. Но, все-таки, ребята, не жмитесь, побольше, посолидней для игроков награды, да и другим блогерам не только одного награждать, а нескольких других тоже, кто наиболее активен был. Вот, поэтому ждем что-то подобное в будущем. Сразу скажу, я вряд ли уже буду бороться за победу. Мне такие эксперименты над организмом больше не нужны. Может быть, конечно, но я не уверен. Вот вообще ничего не буду обещать. Но участвовать буду. Для вас, дорогие игроки, да почему бы и нет? И, кстати, по поводу вопроса, где видосы. Я в группе писал, но, наверное, не все видели. У меня сейчас подготовка к переезду идет. Тут, короче, бегуан такой стоит, все перевернуто туда. Ну, обычное дело при переезде. Там начинаешь что-то доставать, скидывать, короче, упаковывать коробки, короче, жепелина полная. Вот, где-то через неделю, ну, меньше даже, дней через пять. Посмотрим, как получится, плюс-минус, все вопросы решим, там, с грузоперевозками. Отправлюсь на юг. И там будет перерыв буквально 2-3 дня, и я снова выйду на связь. Но ближайшие 2-3-4 дня я постараюсь много для вас контента делать. Ну, практически каждый день, там, варфосита, всталкач, снова возобновиться. Да, хуйна. Такие дела. Так или иначе, вдруг данное видео вам понравилось по каким-то причинам. Я поздравляю всех, кто меня убил. Сука, звучит, конечно. Ну, нормально, как бы, по-нашему, по-рачковски, там, в пельвиле, как бы, понагивали друг друга, все как положено. Если данное видео вам понравилось, и, может быть, вы меня убили, либо какого-то другого блогера, то я очень за вас рад, ребят, с почином вас. Я Бильбо Снэйк получил, вообще рад буду с него гнуть, он прикольный. На этом, масляно, ромбишечки, все как положено. Ставьте лайки, по желанию, как хотите. Якич, это обязательно. Ну, пацаны, ну, по-другому, просто не серьезно. Кажется, без этого просто никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайтесь всех. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok